Вознесение Иисуса Христа Наша тема сегодня – значение Вознесения Иисуса Христа в нашей жизни. Вы знаете, когда мы говорим о Вознесении, то мы говорим о Божьем событии, о Божьем событии, которое прошло тогда, и оно что-то для нас свидетельствует. Вы знаете, вот когда вы приходите в Дом Божьем, у нас здесь всякий раз, на каждый праздник декорация какая-то. Сегодня у нас вот декорация есть, уже она давно висит. Как вы думаете, о чем эта декорация говорит? Не понял? Белые одежды. Я все время думаю, что это пеленные, которые говорят, что Христа нет во гробе. А сегодня действительно, Его нет во гробе. Я думаю, что на тройство декорацию поменяем мы. Потому что Он уже на небесах. Всегда это напоминало нам, что Его нет во гробе. Посмотрите, вот пелены лежат. Вот все. И вот все время нам декорация говорила о том, что Его нету на гробе. Ну, знаете, всегда был вопрос. Вот тот, что мы прочитали сегодня, брат, что они... Я не буду читать, чтобы немножко время сохранить, а ссылаться на те слова, которые уже брат Юра нам прочитал. Всегда было, вот, всегда было, как бы, у людей сомнение, или смущение, или непонимание. От того, что Христос говорил, когда был на земле. Когда Он говорил о каких-то житейских вещах, они очень хорошо понимали. Когда Он говорил о духовных вещах, вы знаете, начинались какие-то вопросы, и как-то Христос заметил, и один, в обетовании Своим, один раз не упрекая их. Я не считаю, что упрек. А констатируя вот это переживание свое. Он говорит, я так хочу много сказать вам, вот так хочу много сказать вам, но я знаю, что вы не способны вместить. А вот когда придет Дух Святой, а мы в следующем воскресенье будем вместе говорить о сошедстве Духа Святого, которое мы имеем от Бога, от Святого, то Он напомнит и научит вас, и наставит вас на всякую истину. И потому, когда мы будем сегодня говорить о Вознесении Церкви, наверное, мы будем говорить о вещах, которые невозможно каким-то образом пощупать, понять. Я ссылаюсь, если, братья, вы сегодня хорошо, я ссылаюсь на слова, которые я хочу, чтобы вы услышали. Первое послание Коринфянам, вторая глава, 9 стиха. Когда мы говорим о чем-то, там не о Вознесении, не о Вознесении Церкви. Там говорится о духовных вещах, которые помогают мне, не видел того глаз, не приходило то на ум, что Бог приготовил любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим, Духом Святым. И о чем мы сегодня говорим? Мы говорим не от изучения человеческой мудрости, изучения от Духа Святого. И дальше Писание говорит, 13 и 14 стих. Весь мир, я думаю, это выражено неправильно я скажу. И в Церкви, к сожалению, есть это. Делются люди на духовных и на душевных. Духовный человек – это тот, кто способен сегодня рассуждать, соображать духовное с духовным. Душевный человек – это человек морали, человек правильно поступающий, но не видящий и не способна посмотреть там дальше, за горизонтом, там, что нас ожидает. И, наверное, вот эти люди, написано, они не принимают, они не понимают, они даже делают оценку, что это неправильно, это безумно. И вот я сегодня говорю людям, духовным, тех, которые мы говорим, что они рождены свыше. Духовный человек – это тот, который растет. Он же не всегда был взрослый, духовный, он был младенец, он вырастает, мужа совершенно, в меру полного в отстрах Христова. Так Писание говорит. Я хочу обратить внимание на ту историю, на которую Юра читал нам. Ученики пришли, Христос говорит им, и во время, когда он говорил, стал возноситься. И вознесся. И написано, и они стояли и смотрели. Сколько они стояли, кто думает? Пять минут, десять, полчаса. Я думаю, что стояли, это не секундное дело. Но стояли в то время, когда они пришел, голос неба, ангелы сказали, что вы стоите и смотрите. Сей Иисус, который вознесся, Он придет таким же образом. Он возвратится. И вы знаете, мне очень нравятся слова, которые Лука говорит, в Евангелии, 24 глава. Он говорит, что люди, ученики сошлись, говорят, радуясь и славляя Бога, радуясь о том, что они услышали. Сегодня слово, которым мы хотим порассуждать, оно должно не смутить меня, но дать мне радость. Вы знаете, я не знаю, когда вы слушаете слово о пришествии Христа за своими. Оно вас напрягает или ратует? Я хотел бы сегодня сказать, почему, и я буду пользоваться двома, как это сказать, не христианскими, но не евангельскими, давайте так скажем, терминами. Потому что это не написано. Первый термин, когда мы говорим, мы говорим сегодня о вознесении Иисуса Христа, это событие, которое реально было, оно мотивирует нас на то будущее, которое Бог приготовил для любящих нас. И это будущее, которое мы рассуждаем, укрепляем, пребываем в той надежде, оно мотивирует нас на те правильные дела, на ту правильную жизнь, которую мы совершаем пред Богом. Это правильная точка зрения. Вторая точка зрения, она связана не с мотивацией, она связана с вопросами. И я буду постоянно говорить, что есть правильный мотив, но возникают вопросы, возникают вопросы, которые не помогают нам утверждаться в этом, а отвлекают нас от этой истины. Первый вопрос, который, чтобы нам было понятно, о чем это я говорю, первый вопрос, который прочитал брат Юра. Христос рассказывает о том, что придет Дух Святой, о том, что вы будете свидетелями, о том, что они получат силу. Помните, какой вопрос? Господи, а мы, когда там царство твое восстанавливаешь? Сейчас ты царство твое восстанавливаешь. Как хорошо! Мы так хорошо живем. Вы знаете, вот этот вопрос, который я назвал левые вопросы, вроде они о чем-то, но они не помогают нам приблизиться, кто истинник, в которую Бог говорит. И Христос говорит, немножко, может быть, нам искать, ой, как группа, но не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил по отношению этой истины. Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы говорить, второе хочу обратить внимание, что когда ангелы возвестили с этого времени, что придет Христос, таким же образом, с этого времени и апостолы радовались, и мы находимся в позиции ожидания. Ожидание – это правильное отношение к тому времени, когда Господь придет, чтобы взять нас от земли. Вы знаете, у нас здесь первая, неправильная позиция. И когда мы говорим о пришествии Господнем, я человеку, как ты думаешь? Он говорит, что думать? Он вот так придет, от меня ничего не зависит. Я же, я же не могу это не приблизить, не удалить. Это же Бог положил в планах своих. Так и так будет. Что за него думать? Вы знаете, немножко меня напрягает такая позиция. Знаете, почему я напрягаю? Она не отвечает на тот стих, который я буду говорить сегодня. Смотрите, написано евреям 9 глава, 28 стих. Первый раз Христос пришел, чтобы поднять грехи многих, взять на себя и этим победить грех и дать нам право на встречу с Ним. Второй раз явится не для этого, а второй раз явится для кого? Для ожидающих. Ожидание – это предвкушение, радость о том, что нам предстоит. И вот церковь находится в этом позиции уже 2000 лет. 2000 лет говорить об ожидании. 2000 лет говорить о том дня, когда мы увидим того, на котором мы надеялись. 2000 лет говорить о нашем праве на это. И мы будем сегодня говорить об этом праве на встречу с Господом. И это здоровое. Это то чувство, которое мобилизует. И, наверное, первые христиане, которые были, они особо были наполнены этим чувством. Это чувство было связано с тем, что они имели особое отношение к тому материальному миру, в котором они жили и мы живем. Но они понимали, что они не от мира, как Писание учит. Они принадлежат другому царству. Они сцены другого царства. И когда им нужно было проходить через некие сложнейшие ситуации в жизни, и мы говорим, а где они черпали силу? Где? И мы никогда бы не выдержали вот то, что выдержали христиане. Знаете почему? Потому что сила Божия изливается на тех, кто ожидает его. Кто говорит сегодня, гряди Господи, мы ждем Тебя. Мы этим вы действительно вы показываете свое отношение к этому времени, но это время вы не приблизите и не удалите. Потому что это время положил Бог в плане Своем. Но мое отношение, ваше отношение, оно сегодня через это отношение вы мой наполнится силой Божией и можете никакое мы не наполнение. Знаете, когда мы говорим сегодня Христос вознесся на небо, то Он сидит одесную Бога. Одесную. И потому, когда Он сидит сегодня одесную Бога, Его миссия на небесах, прежде всего, Он ходатай. Наша тема, я не буду касаться Бога, озвучу его позицию. Он заступник, Он посредник между нами и Богом. И мы сегодня, говоря о Его приходе, Он не закончил свое вот это отношение к нам. А мы всегда, Он всегда, Он свидетельствует крови Иисуса Христа, который мы омыты, очищены, всегда имеет силу свидетельствовать нам, на небесах, пред Богом, о нас. Сегодня я хотел бы, чтобы мы услышали или порассуждали сегодня о нашей будущности, о том, что Бог открыл нам на небесах. Я начну с таких, просто с того рассуждения, которое, вы знаете, большинство сегодня тех молодых людей, которые здесь приходят, то, что я приведу пример, это такая, с моей молодости, я уже не молодой человек, это 50 лет тому назад, было такое трансмировое радио. Не знаю, есть у нас сегодня, нету, есть, да, сегодня. И было такое трансмировое радио, и один проповедник, который я его запомню, это Шаленко, и он всегда говорит, Шаленко, Кито, Эквадор, столица Эквадора. И такое передача была. И знаете, вот слово Божие, вот в чем сила Божьего слова? Оно так проникает, он рассказывал вот такую боль Христа, которую Христос когда-то сказал, стоя над Иерусалимом. И эта боль была сказана по отношению настоящего времени, но эта боль была, что они закрыты им в ход. Знаете, как эту боль Христос выразил? Не узнали времени посещения моего. Не узнали. Как вы думаете, слово не узнали, с чем оно связано? С недостатком, давайте, свидетельство Слово Божьего, я скажу, информации, может, я скажу не Божьим, не нашим языком, недостаток какой-то Божьей информации, оно было связано, или с неправильным отношением к этому Слову Божьему. Вы помните, Христос родился, и когда он пришел к Ироду, Ирод немножко там встревожился, запереживал за разговор, за царь родился, и это царь, и там какие-то небеса об этом говорят, и все, и он понимал, что это сверхъестественное. И кого он позвал? Священников, всех тех людей, они пришли, и говорит, ну, вот пришли волфы, вот они говорят, как вы думаете, это есть у Библии? Это весь? Он говорит, да, написано, ты, Вифлеем, земля Иудия, ничем не меньше других воевоз, ибо из себя произойдет Вождь мой, который спасет народ Моя Израиля. Так четко засвидетельствовали. Но это свидетельство священников никакой пользы не принесло. Они засвидетельств и ушли. Им не было интереса до того, чем жили волфы. Они пришли поклониться, исповедовать того Спасителя, который пришел в этот мир. Знаете, почему? Потому что Бог открывается и является не тем народ, который услышал, а который слышание произвело определенное действие. Они стали чаять. Вот такое написано о муже Божьем Симеоне, который отчаял утешение Израилева. Ну, я не знаю, в моем понимании чаял. Это глубокое переживание, желание, чтобы это скорее пришло. Знаете, Бог говорит, так отозвался на его рассуждение. Знаете, как Господь сказал? Ты не умрешь, но ты увидишь то, что я приготовил. И кажется, вот смотрите, этот чающий держит ребенка 40 дней от роду. И что он говорит о нем? видеть очи мои спасение, которое ты приготовил для всех народов. Знаете, Бог открывается тем, которые сегодня слышат Слово Божие, и мы слышим Слово о приходе Господнем, и мы чаем, мы желаем этого момента. Если мы не желаем, мы не можем, мы не поймем его. Нам это не откроется. И вот Шаленко, который говорил, он говорит, я переживаю, братья, и я переживаю об этом тоже, я с ним согласен сто процентов, я переживаю, братья, что сегодня информации очень много о пришествии Господнем. Сегодня первое, кто мне подойдет о пришествии, мне первый вопрос дует, ты к чего придерживаешься, к какой версии? В начале Седьмини, в средине Седьмини, в конце Седьмини, много литературы по этому написано. Но знаете, это меня не приближает. Да, у меня есть свое внутреннее понимание, но это меня не приближает. Меня приближает к этому дню Слово Господне. Слово Господне, когда Христос сказал там, где я, я пришел искупил Владимира, тебя спас, очистил, дал право быть святым, чтобы ты был там, где я. И насколько я верой принимаю это слово, насколько у меня чаяние, правильное отношение к этому дню. Сегодня мое слово направлено на то, что Бог хочет, чтобы мы имели утешение в нем, была правильная мотивация, и от этой правильной мотивации произвели правильные действия. Теперь я хочу сказать на левые мысли. Что такое левые мысли я имею в виду? Я уже одно сказал, я тебе сказал по-человечески. Это дело молодости моей, я еще молодой был, я тоже, и мне очень понравилась Татьяна, и я был в Сухуме, понравилось, и я ничего ей не сказал, но когда уехал, раньше же не было, мы жили такие, такие древние времена, когда не было ни гаджетов никаких, ничего, только телефоны с трубкой или письма. И вот я написал письме, решил приехать туда, узнать ее ответ, узнать ее ответ. И когда я ехал, теперь я хочу сказать, что такое левые мысли, послушайте, я радостный, я купил цветы, ну и естественно, там жених едет, что-то купил, приготовил, все, еду, и первое, облом, приезжая в аэропорт, никто меня не встречает. Знаете, мне стало такое на сердце, то я такой радостный был, а на сердце стало столько смущений, столько переживаний, столько волнений, что я знаю, она не только в азалах живет, я знаю, где ее дом, но я стал на другую сторону дороги, и иду, это центральная дорога, несколько колеи транспорта, иду в трееколе мимо дома, и иду, а ну, это не потеря чувства, это не то, это что-то такое волнующее, какие-то мысли в тебе появляются, а поняли тебя, а не поняли тебя, это все, и вдруг я прохожу мимо, и Татьяна видит меня в окно, говорит, Вова, а ты куда пошел? И все, эти чувства ушли. Все, в один момент все, все закончилось, я хотел бы, чтобы мы сегодня через то слово, которое Бог говорит, услышали Божие отношение к нам, услышали, потому что это, что мы услышали, оно даст нам правильное направление. Вы знаете, еще одну мысль я хочу сказать, что опасность в последнее время в том, что мы, вообще, христианство стало материальным. Что мы вкладываем в понятие материальное? Вы знаете, сегодня видим Бога, вот когда мы слышим человека, говорит, ты благодарен Богу? Да, благодарен. За что благодарен? У меня машина есть, дом есть, то, 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 то. И мы молим, здоровье есть, слава Богу, да и Бог здоровичка. И вот все это, знаете, это как-то нас воодушевляет. Мы смотрим не на то, что, на видимое, а все, что невидимое, временное. Видимое, это не то, что Бог хочет, чтобы народ его жил. Бог хочет, чтобы мы сегодня увидели невидимое. Невидимое. Вы знаете, и это невидимое, это результат моей, вашей веры. И я цитирую слова, которые записаны Колоссяном, 3 глава, с 1 по 4 щек. Если мы верим, вот это вопрос веры, если мы верим, что Иисус Христус умер и воскрес, то и умерший Бог, вот это вера, теперь мы, вот этой веры, мы имеем правильное помышление. Помышление не о земном, а о горнем. И когда мы помышляем о горнем, мы начинаем понимать, что моя жизнь, ваша жизнь сокрыта не в тех материальных благах, а сокрыта со Христом Богом. И мы говорим о том дне, когда явится Христос, жизнь наша. Тогда мы, на что мы надеялись, тогда мы явимся с Ним во славе. И вот это мотив. Расскажу еще один случай из жизни церкви, в которой я у него служение, в Сухуми. у нас была сестра, я ее уже приводил, пример, в церкви. У нас была сестра, которая, знаете, такое время, которое очень сложно. Время, когда нету, война закончилась, нету медицины. И единственное, чтобы она сильно болела, единственное, что надо разрезать, посмотреть, что там в человеке. Никого нету, диагностики. Вот ее разрезали и зашили. И сказали, что бесполезно, там все уже, все рак поел. И вот в это время она имела видение, было на небесах. И по ее рассказу, вот я много там, по ее рассказу, это видение, ну, две, если минуту прошло, то это, ну, хотя бы, две минуты. Она рассказывала все. Но это переменило ее жизнь. Если до этого она такого христианства, как бы сказать, не сильно проявляла, то с этого момента она стала совсем другой относиться к жизни. Я благодарю, что я знаю Бога. Я благодарю, что у меня есть будущее. Я благодарю, что Бог держит моих детей все в его руке. Я благодарю, что я, что Господь, мой Спаситель. И у нее такая уверенность, такое четкое понимание Божьего отношения к ней, что она сказала, там, рак, лекарство. Нет, Бог до силы. И не принимает ли детей. И действительно Бог до силы. Боли-то не было. Когда все говорили, что если рак желудка, это страшнейшая боль. Никакой боли не было. И знаете, что я увидел? Вот эти левые мысли. Вдруг в церкви слышу сестры говорят, о, какая плохая ситуация. Ее звали Надя, она в вечности. В сестре Наде. Плохая ситуация. А я услышу, а что там плохое? Что плохое? Мне же интересно, за жизнь не держится. Все о небесах, о небесах, о небесах. Вообще за жизнь не держится. Плохая ситуация. Вы знаете, и ты знаешь, когда ты слышишь христиан, которые сегодня, я думаю, что тогда, когда они слышат весь о том, о которой мы будем все рассуждать, о вести о том, что приедет Христос, для них это не так важно. Она какая-то, не какая-то такая, дающая восторг, уверенность, торжество наше. Нет, она не приносит войны, потому что мы держимся за материальное. И я хотел бы, чтобы мы увидели, как это работало в жизни учеников. Почему я хотел сказать, что Бог дал полную информацию ученикам, полную, о том, что будет, но они стоят, что-то это истинно, Слово Божие, не произвело, оно не может произвести. Если на это Слово они не уповали, Христос вознесся, они стоят в недоумении, а что нам дальше делать? А как нам дальше поступить? А что будет с нами дальше? А как что? И вопросов много. А знаете почему? Потому что, давайте мы откроем Евгений, от Иоанна, 14 главу. Христос, смотрите, во-первых, 14 глава написана в очень коротком времени. Она написана, вот те слова, которые будут сейчас, сказал год назад Христос, или два года. Он три с половиной года был, общался с уничтожниками. Нет, эти слова, которые я сейчас буду читать, они были сказаны, 13 глава Евгения, от Иоанна, была вечеря Господня, Христос сказал, что будет с учениками, что они рассеются, а Петр даже отречется от него. И когда ученики это слушали, что будет происходить, а он идет к Господу, на небо идет, когда ученики слушали, они духи смутились, и вот Христос, видя их непонимание, Господь хочет помочь им через это слово, которое мы сейчас прочитаем. Смотрите, 14 глава Евгения, от Иоанна, с первого стиха. Да мне смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Прекрасное слово. Прекрасное слово, которое должно дать человеку и ученикам надежду. Господь, слава тебе, что мы имеем такую будущуюсть. Но знаете, как вы назовите, я знаю, мне брата не подошел, неправильно, замени слово, левые вопросы. Ну, я не знаю, найдете вы мне ответ после слова сказать, Владимир, лучше это слово сказать, я его возьму на вооружение. Возник левый вопрос. Вот слушай, Фома, довольно искренний человек, ученик, и говорит, Господи, о каком ты пути говоришь? Что за путь? Ты идешь, а мы не знаем. Куда ты, что туда не можете пойти, куда я пойду? Что за вопрос? Знаете, вопрос возник, и этот вопрос, смотрите, прекрасный Божий ответ. У Бога не бывает несовершенных ответов. Но этот вопрос как-то увел Фому, а вы дальше посмотрите, как не только Фому, увел от этой истины, я иду, и приду, и возьму вас в себе, чтобы вы были там, где я. Они об этом не думают. Они думают о пути, о чем ты говоришь. Неужели вы не встречаете в жизни своей, когда вы что-то с человеком говорите, духовное, а у него совсем другие вопросы возникают. Я встречаю это в группах, я уже говорил сегодня утром, встречаю группы, ты говоришь, что в одном возник вопрос. А что такое вопрос? В чем вопрос? Нельзя сказать, что плохой вопрос. Но он отвлекает человека, чтобы человек не вник в ту истину, о которой мы рассуждали. А почему? Потому что, Пусть Саня говорит, сам сатана, сам сатана принимает вид ангела света. И в какой-то момент он проводит духовные вещи. А что за путь? А куда ты идешь? И Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Но никто не может прийти к отцу, как только через меня. О, теперь Филипп подключается. Отцу прийти. Он говорит, покажи нам отца, и довольна. Опять же отвлечение. Покажи нам отца. И Христос говорит, Филипп, сколько времени я с вами? Неужели ты не знаешь? Неужели ты понимаешь, что я в отце, отец во мне? И ты это не понимаешь? Если время наше очень короткое, если прочитаете 10 главу, Евангелия от Иоанна, то Христос сказал, овцы мои, слушай голос мой. И когда они слышат голос мой, то они идут за мной. И я их держу в руке своей. Из руки моей никто не может похитить, потому что они в руке отца моего. Я и отец одно. И если бы Филипп тогда мог эти слова принять, вопроса не было бы. Но не принимая Слово Божие, не понимая его, у нас возникает левое, который не помогает нам вопросы. Помните, я рассказал о своем состоянии, о чувстве, которым я ехал с аэропортом, час ехать дорогу, и я ехал, и все, думал. О чем вы думаете? Я думал о невесте или о каких-то внутренних чувствах? Я думал, что в аэропорту меня встретить? Меня не встретили, а у меня там знакомо наплыл мыслей. О чем я думал? Я думал не о ней. Я думал, больше о себе, а что, а как, короче, очень много вопросов. Знаете, почему? Это чисто человеческие вопросы возникают в вас, когда вы не утешены той истиной, которую Бог нам сказал. Если мы утешимся, все, вопросов нет. И потому, смотрите, прежде всего, Христос хочет сказать, и я хотел бы сегодня первое ударение сделать на то, что все мы, абсолютно все мы, принимающие Слово Божие, Бог Словом Своим, рождая нас выше, открывая нам истину, устрояя внутри нас Царство Божие. Это Царство Божие, которое ни я, ни вы не устрояете. Это Он устроил нас, Царство Божие. И когда Христос говорил об этом Царстве, люди Его слушали, знаете, такой возник вопрос, опять же, левый вопрос, Господи, а где это Царство Божие? Куда пойти, чтобы в это Царство Божие? Я так хочу жить в этом Царстве Божием. Христос говорит, да не придет Царство Божие приметным образом, и не скажет, что оно там или там. Царство Божие, это внутрь вас есть. И следующая мысль, о которой хочу обратить внимание, объяснение этого Царства Божия. Римлянам 14, глава 17 и 18 сих. Знаете, когда мы слышим Царство Божие, и Священное Писание говорит, это не изобилие пищи и питья. Нет. Царство Божие, это что-то божественное, которое наполняет меня и вас. Царство Божие, это праведность, мир и радость во Святом Духе. И кто этим служит? Христу. Как оно служит? Мы благодарим Ему. Мы радуемся, что мы имеем это в Господе. Мы славим Ему Господне, за то, что Он наполнен меня. Тот угоден Богу. И люди видят и славящих людей, и они одобряют. Слава Богу! Вот это брат, это сестра, потому что Царство Божие наполняет их. Вы знаете, когда мы говорим сегодня о нашей встрече, это будет на небесах. Но не на небесах придут только те, которые имеют это Царство Божие. На небесах не придет те, которые это Царство Божие, ну как бы, не верим. Знаете, я чуть дальше буду сегодня говорить, что у нас есть такая, я не опровергаю ее, я хочу показать, что она мешает христианам видеть правильно Царство Божие. И каждый раз к Царству Божию у нас возникает вопрос, а ты готов туда войти? А туда только готовы войдут. А туда ничего, ничего не войдет. Что-то правильно, неправильно говорю я? Да все правильно, братья и сестры. Но мы опираемся не на то, как я себя чувствую, а мы опираемся на то, во что мы верим. Потому что мы только верой, праведной верой войдет. А мы верим в то, что благодать Божия, что истина Божия с вами сделала, со мной сделала. И потому мы имеем сегодня, благодаря этому Божию, мы тоже не к нам, наследство, право быть на небесах. Пожалуйста, братья, высвятие 1 Петра, 1 глава, с 3 по 5 стих. Я цитирую только 3 и 5 стих. Мы благословляем имя Господне. За что мы благословляем имя Господне, рассуждая о нашей встрече? О чем? Мы благословляем имя Господне, что воскресением Иисуса Христа, которого мы празднуем. Бог что сделал? Воскресил всех нас от мертвых к этим новым отношениям, к новым действиям. И когда мы в это верим, то сегодня мы начинаем благословлять имя Господне. И 5 стих. Что Он, воскресивший вас, Он приготовил вам наследие. Наследие, которое есть на небесах. Наследие, которое Бог хочет, чтобы вы там были. И сегодня мы, живя на земле, верой, принимая то, что Господь сделал, мы благословляем имя Господне и радуемся в этом. И потому вторая мысль, на которую я хочу обратить внимание, что вера в это вечное искупление. Через это мы утверждаемся в нашем призвании. Мы понимаем, что мы, живя на земле, но мы, наше жительство не на земле. Мы имеем вечное место, куда Бог хочет, чтобы там, где Он, и мы пребывали. И это Бог хочет, чтобы нас сегодня жило в сердце нашем. Я хотел бы, чтобы мы открыли послание к евреям. Десятая глава. Я его прочитаю, это место, и попытаюсь с Божьей помощью показать, насколько Бог облагодатствовал нас возлюбленным всяким духовным дарованиям. Евреям, десятая глава. И мы читаем с 12 стиха по 23 стих. Я такой большой абзац прочитаю, и мы потом обращу внимание, братья нам высвечивают те стихи, которые я объявлю потом, и мы на них будем рассуждать. Он, то есть говорится о Христе, он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его, то есть говорить о неверующих, кто не поверил в ту жертву, будет положен под нож и ног его. Ибо он, говорится о нас, верующих, одним приношением, навсегда сделал совершенными освящаяними. О чем свидетельствует нам Дух Святой? Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их и напишу, и грехов, и беззаконий их боли не вспомяну. А где прощение грехом, грехов там не нужно, приношение за них. И теперь наше будущее. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим. И вот теперь мы говорим о своем положении или о своем состоянии. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистую. И Писание говорит, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Когда мы говорим сегодня о том дне, а это день, который определил Господь, и, знаете, мне очень нравится такое, мы на похоронах читаем это место. Оно что-то стало к похоронам прилеплено. Когда мы читаем второе послание Коринфянам, пятая глава, и там с первого стиха говорит, мы знаем, что когда наш дом, эта хижина разрушена, мы имеем, мы имеем что-то на небесах. И мне хочу прийти на другую мысль, на одну-то мысль. Там написано, что то, что мы имеем, мы воздыхаем под каким-то бременем. Потому что мы не хотим в этом прибыть, а хотим облечься в небесное. И на сие самое создал нас Бог, и дал нам Духа своего Святого. И вот я хотел бы сегодня, что слово «воздыхаем» – это не вопросы, возникающие во мне и у вас, а по отношению того дня. И на эти вопросы мы отвечаем верой. На эти вопросы мы говорим о том, что уже Бог для нас сделал. И первое, смотрите, на что я хочу обратить внимание 14 стих. Ибо Он одним приношением, и слушайте слово, навсегда сделал, Он освятил нас в крови своей, мы освящены в имени Иисуса Христа, и навсегда Он сделал нас совершенными. Вы знаете, если я не верю в силу благодати Божией, что Бог сделал со мною, у меня возникают вопросы по отношению к будущему. Туда ничего нечистое не войдет. И это в Писании говорит. Я что буду говорить по отношению к этому? Да, туда не войдет. Но я благодарю Бога моего, что Бог мой по своей великой милости, любви, который возлюбил меня, и то, что Он вас так возлюбил, Он меня омыл, очистил, осветил, и представил меня при собою. Вот послушайте слово, я хотел бы, братья, первая глава Колоссяна, Колоссянам, и мы читаем в 23 сих. «И пристал нас при собою святыми, непорочными, неповинными». Это то, что мы прочитали. Он одним приношением. Навсегда сделал совершенными те, кто пришли к Нему. Это первая мысль. И эта мысль дает нам уверенность в том, почему мы имеем это право. Право прийти к Богу. Почему это право? Потому что право дал нам Господь. Следующая мысль, я хочу обратить внимание на то, что Бог, 16, это 10 глава, евреям, я в 10 главе, 16 по 18 сих. Дух Божий свидетельствует нам о завете. О завете, который Бог заключил для нас. Не с нами, а для нас. Это завет, первый завет, давайте еще первый завет, был заключен Богом с человеком. Бог говорит, они не прибыли в завете моем. И потому я, будучи верен, я не могу с ними иметь дело. Не потому, что я потерял отношение, а потому, что они не прибыли в завете моем. Тот завет, о котором будет говорить новый завет, который Бог заключил в крови Иисуса Христа, этот завет заключен между Отцом и Сыном. Иисус есть поручитель этого завета. И теперь этот завет вечный. Его разрушить ничто не может. И вот сегодня мы, имея сегодня веру в эти новые отношения в завете, в который Бог заключил, Бог Отец заключил для нас, Сыне, потому мы прочитали слова. Никто не может прийти ко Мне, как только Богу, Коцу, как только через Меня. Никто не может. Мы одно имя. И Христос сказал, Он дверь туда. И мы туда входим посредством того завета, который заключил нам Бог в Сыне Своем. Следующая мысль, на Коцу я хочу обратить внимание. И теперь мы с 19 по 22 сих. Итак, братья, если это имеем, вот это мы имеем. Мы имеем дерзновение, смелость, уверенность, твердость, войти вот это в то неизвестное нам состояние в святое святых. Мы имеем это право. И это право приобрели не мы. Это право приобрел для нас Иисус Христос. И потом, когда ангелы, ангелы пришли, они сказали, что Христос, мы, никто из нас не будет, я думаю, что я не совершу пред Господом, если я нарисую такую картину. Стоять у дверей Царства Божьей, стучать, Господи, упусти меня. Господи, я так хочу быть там. Не, 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 библейская вторая картина. Это ложная картина. Христос сказал, я приду, и в тот момент, когда я приду, в тот момент произойдет два действия. Умерли верующие, которые сегодня брат говорил, многие верующие умрили, они воскреснут. Потом мы изменимся, и вместе будем восхищены на пред Господом. И Господь сказал, не вы, а я исповедую имя ваше пред Отцом Небесным. Вы знаете, ну, не знаю, как вы чувствуете, вот когда вы сидели, сели за столом, вот на дьякмана был церковный выезд, и я попал в такую ситуацию. Сели за столом, сидит человек, смотрю на лицо, на все американец. Думаю, у меня английским языком не шикарно, никакого нету. Я молчу. Мне так, знаете, неловко. Никто не представляет, ни меня, ни его, ничего. Я сижу молчу. Знаете, неловко. Вот Христос говорит, такой неловко, все вознивые, братья. Потому что Христос представить вас, каждого пред Отцом Небесным, Он сказал, и так, будем держаться от этого исповедания, который Бог нам оставил, неуклонно. Почему? Потому что мы опираемся на верность обещавшего, на верность того, который нам сказал. И, наверное, еще одна последняя мысль, я хотел бы сказать о праве, праве той, которая дает мне встречу, Иллира. Первый вопрос, я хочу, как бы, спросить, а почему в людей, что я должен сделать, чтобы во мне, не надо услуг говорить, про себя поговорить, что я должен, чтобы сделать, чтобы мне был открыт свободный вход? Это от меня зависит или от меня? Вход будет свободный в Царство Божие или не свободный? От кого-то зависит. Теперь читаем Писание. Второе послание Петра. Мы читаем первую главу, читаем 10 и 11 сих. Смотрите, братья, посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Для чего? Потому что только в этом положении и так поступая, вы никогда не притнетесь. Да, вас будет рехи, но вы будете исповедовать их, будете все и утверждаться в том звании, которое вам Бог дал. Но самое большое благословение, на которое я хочу обратить внимание, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Делайте твердым ваше звание и избрание, ибо так откроется свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Чем вы больше будете уверены в той благодати Божьей, которую Бог изделил на вас, чем вы больше будете верой растворять это Слово, чем вы больше будете прославлять, благословлять имя Господне, чем вы больше будете утверждаться в том, что Он есть начало и совершитель веры вашей, чем вы больше будете смотреть на того, кто начал и будет совершать по обетованию своему, это до дня явления Господа нашего Христа. И наша уверенность будет не в себе, но в Боге, который начал это дело и совершить. Последний вопрос. Как вы думаете, почему Татьяна не приехала в аэропорт? А у меня не было уверенности в статусе, что она невеста. Она была в процессе созидания этого статуса. И как-то неприлично, не понимая, что я поеду в аэропорт, что там этого статуса не было. Вы знаете, это отношение к тому, что насколько у нас будет этот статус, понимание, кто мы, и слово, которое я хочу сказать, прозвучало. Братья, первое послание Петра, вторая глава, 9-10 сих. Когда вы говорите о статусе, вы говорите не о себе, вы говорите о совершенстве того, кто вас призвал. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, в собственность Богу. И всякий раз, когда вы это провозглашаете, говорите не о себе, вы говорите о совершенстве того, кто призвал вас и сми в чудный свой свет. Вы никогда не были народом Божьим, а теперь мы народ Божий. Некогда не помиланы, а ныне помиланы. И нам Бог приготовил вот это царство Божие. Слава Ему за это. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова